Может ли быть ситуация, когда будет контрступление, сколько освободили, столько освободили, а дальше 2014 год опять? Ну, такой перевод в велотекущий малоинтенсивный конфликт, иногда обстреливают. Ну, вопрос, что будет передышка, значит. Это вопрос нескольких недель. Ну, хорошо, вопрос передышка. Вы думаете, что это вопрос нескольких? Ну, условно говоря, я думаю, что во второй половине лета сформируется такая ситуация. Но это не имеет значения, что сформируется через месяц или три месяца. Просто ситуация, в которой будет война приостановлена без гарантий, без инвестиций, без присутствия военных союзников, чтобы у нас не только ценности, но и риски были одинаковыми. Да? Без этого. Просто возвращаемся к моменту, когда будем ждать. С одной стороны, внутренняя мафия, как работала, так остается работать, да? И все ресурсы будут испаряться. Дальше. Будет подход, что безопасность в Украине дальше другие должны нести ответственность, а не Украина. Правда? Если посмотреть реально историю в 30 лет и результат, это ответственность на ком? На иностранных партнерах. Правда? Смотрите дальше. Получается ситуация, в которой идет вопрос, кто тогда быстрее накопит этих ресурсов. Если учитывать, что в игре только Украина, да, скажем, условно, Европа и Россия. А представим себе другое, что, например, в Тихом океане, да, возникает война. Это не будет война на земле. Это будет воздушно-морская война. Но ресурсы, которые там есть, так оружие, как и людей, без проблем позволят дать, например, товарищу Си разрешение в Северную Корею, чтобы помочь товарищам по идеологии из Москвы, да? И что тогда? Просто смотрите, мы должны выживать на этой земле, независимо от того, что будет происходить в других конфликтах. Просто надо смотреть на это серьезно. Мне подход людей, очень многих, которых встречают, которых знают, напоминает ситуацию человека, который выпрыгнул парашютиста. Парашют не открывается, да, и он летит и говорит, Бог спасения не буду больше бороться, не буду грабить собственного народа, не буду кумавством, не буду входить в мафию и так далее, буду служить. Вот буду хорошим патриотом украинским, хорошим госслужащим политикам и так далее, так далее. Вот парашют открылся, да, в марте прошлого года, залезает в Мерседес, да, стряхивает себя, и говорит, блин, когда человек нервный, какие глупости, говорит. Да. Так буквально и произошло. Март 2022 года, вот так же произошло. Сколько людей это говорили. Ну что, март, февраль, конец февраля. Ну, в конце февраля еще не было ясно, как бы, как всегда. Ну, надо тоже сказать, что очень многие люди, и тоже их встречают, их абсолютное большинство, просто поняли, во-первых, как плохо себя до этого вели, во-первых. Вы научились, как мало человеку нужно, когда с одними-двумя чемоданами, да, вынуждены были, прощаться, да, с последним взглядом на дом, не веря в то, что больше его увидят, который построен таким количеством энергии, да, и схем, правда. И, 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 и поменялось это мышление, и думаю, что есть потенциал, есть потенциал нормальных людей, но есть консервативный механизм, схем, при чем, еще раз повторяю, если сегодня его разрушить, разрушить последние рычаги, на которые эта страна держится. Да, коррупционный консенсус. Да, и с другой стороны тоже вызовы, посмотрите, но как воссоздавать Украину, если энергетика в руках одного человека, ну что, как себе представлю, инвесторы будут приходить на коленях, да, оплачиваться, взятки платить тому или другому олигарху. Ну, пока демонопольный, думаю, это, там, антимонопольный комитет не заработает, то вот этого все и будет. А что поменяет? Ну, что поменяет? Просто, смотрите, Рокефеллер, да, когда создал потенциал, который угрожал развитию, заставили его, законом, разделить это. Ну, вот, можно бы принять такой закон? Да, семь сестер потом появились. Ну, просто, ну, механизмы такие, которые хотя бы дают надежду на то, что можно. У нас сегодня нет, нет этого, нету понимания. Вот то, что я переживаю, то, что я вижу. Продолжение следует...